Музей является парковый завод Андрея Михайловича Миклашевского. Сейчас в Киеве прошла такая грандиозная выставка, почти на 500 экспонатов. Москва издала двухтомник, где и альбом, и каталог более 500 экземпляров с 11 музеев мира, то есть три заграничных музея. Имеется в виду Московские, Кальковские, Киевские музеи, Финн и Дали, и Америка. Но, тем не менее, наша коллекция, эти 110 экспонатов, там были настоящие жемчужины, потому что впервые, единственное, сейчас на территории Советского Союза, раньше было 7, а сейчас насчитывают только в нашем музее чернельницу под названием Библиофим. Это название дал экспонату, купленному в 1912 году сам Маскар Герман и Ганса. Поскольку он сам был библиотилом, его книжная коллекция редких книг насчитывает 2200 экземпляров. Почти вся она находится в Русском музее Киева. Кто из Киева, тот может просто к ним проникнуть, взять какое-то отношение и убедиться в том, что печати Ганса на этих книгах сохранились. Дело в том, что все, что покупал Ганса, он маркировал. У него были чернила, как наш маркер, не стирающиеся. Если вы заглянете, легко видно под этой вазочкой, завоевавшей, кстати, золотую медаль на выставке в свое время в Ролевце. Он поставил 1912 год. То есть мы могли бы спокойно купиться на то, что это произведение 1912 года. Но мы-то хорошо знаем, что фарфоровый завод Миклашевского работал всего-то 22 года до отмены крепостного права. И уже Гансу пришлось собирать это как антикварные вещи в лавках, в салонах или у частных коллекционеров. Потому что его интересовало все подлинное. Вот кто-то очень хорошо сказал, по-моему, Киракосов, о том, что художник должен быть прежде всего искренним, подлинным и по-украински самовытым, самим собой. И вот таким точно был собиратель Гансен. Он знал, чего хотел и знал, где это взять, как найти. А он хотел прославить Польшу, показать, что Украина ничуть не отступает от этого. Но, правда, он думал, что Миклашевский тоже имеет какие-то польские корни. Имеет герпостоя. Но уже в 1649 году он их же выхвестилась в православии. То есть никакого на нашей территории нет конфронтации между лютеранами, шведской церковью, которой, кстати, Гансен принадлежал, католиками или православными. Потому что искусство объединяет все эти взгляды воедино. Вот, пожалуйста, верхняя полочка. Всемирно известные персонажи. Карл I, Англия. Главу усетли его в 649 году в Крону. Наполеон. Здесь уже у него голова усеченная, хотя он... Кружка, голова-кружка. Но мы предполагаем, что это дама, которая вошла в это общество очень трагично. Это сама Аврора Дюдеван. Возможно. Но мы еще думаем над этой персоной, разгадываем ее. А вот чуть-чуть отвернулся, потому что вибрация идет. Это Павел I. В книге, которую издали в Москве, эта фигурка значится наша, как Фридрих II. И вот сейчас у нас идут долгие такие тяжбы и споры с музеем Кускова, что Фридрих II – это Фридрих II, а Павел I – это Павел I. Потому что знак там масонский и учреждение ордена святого Иоанна, и красмейстер ордена масонов – это Павел. А здесь все регалии масонских знаков на нем. Прежде всего, Мальтийский крест на воротнике. Поэтому мы нашли подлинники изображения в фарфоре и Фридриха, в немецком фарфоре. Кстати, повторенного потом германцами, я имею в виду фашистами, СС, повторяла с удовольствием Фридриха. Она его считала чуть ли не своим кумиром и вдохновителем. Поэтому совершенно разные статуэтки. Сейчас у нас идет Щукинская версия, а у него идет версия Менцера в немецком фарфоре. Это совершенно разные вещи. Мы собираемся в антикваре это напечатать. Нас уже заказали. И вот, наконец-то, величалая фигурка, но с таким примитивным, с примитивной трактовкой. Потому что смотрел-то Миклашевский на гравюры, которые ему попадались в альбомах. Вот, пожалуйста, гравюра с Ван Дейка. А подлинник находится в Эрмитаже. А вот гравюра с неизвестного художника. Потому-то и не узнаем мы каких-то имен знаменитых, которые бы отражали этот образ. Но, тем не менее, державный муж, рука на карте, книги, стол и любимый мундир преображенского полка. Офицер вовсе не император. Но на этом заводе прежде всего ценили всяческие секреты. Вот кружка с секретом, надо ту лью снять и пей, пожалуйста, медовуху. Потом чернильный прибор. Персонажи все абсолютно подлинные. Шарль Недье, писатель, библиотекарь французской библиотеки. Арман Мараст, журналист, которого можно было и купить, если надо. И вот это как раз штучка, такая у него ручка, которая сама собой выводит только его имя. Ничего он не умеет, а вот только подписывает свое имя. А не читаемая игра слов по-французски у Шарля Недье не смогли перевести. И вот сравните чернильница, вот крышка к чернильнице. Два книголюба. Один читающий, другой курящий. Наверное, делает самокрутки. Вот он подложил свое сломанное кресло. Книги у него, ноги покоятся на книгах и так далее. Вот два образа, книголюба совершенно разных. И вот Миклашевский умел это как-то подчеркнуть в своей такой юмористической скульптуре. Конечно, он обожал Францию. И даже из Франции художники Дарты, имеющие там свою мануфактуру в Париже, стали первыми его и технологами, и художниками. Вполне возможно, что эта статуэтка повтор. Но там клеймо Миклашевского. Его ранняя клейма, а в этом хорошо разбирался Гансен, он даже посвятил труды клеймам, в тесте вдавленное клеймо, не АМ цветная, как пишут под глазурным, над глазурным, других его монограмм АМ, а здесь вдавленное клеймо. То есть совершенно ранняя работа, произведенная на этом заводе. Ведь завод начал работу в 1839 году, и в этом же году они получают золотую медаль. То есть настолько уже было налажено это производство в селе, но на местном сырье. 14 километров от Волокитина было село Положки. Вы не говорите о мастера. Кто были мастера? А вот мастера, вам интересно, значит, это прежде всего братья Д'Арты, Франсуа и Андре, по-моему. Да, французы. Французы. Прежде всего французы. Но исполнителями были простые местные крестьяне. Вот сокровилась, например, русская фамилия Алексеев, которого взяли из кузнецовских заводов. Из кузнецовских заводов. Вот, пожалуйста, Алексеев. Инженером был Гутман. Тот Гутман, потомок которого собрался с силами и издал этот альбом. То есть они уже не могли производить фарфор. Зато альбом, я вам сейчас покажу, существует и просто замечательный. А женские руки лепили все эти украшения. Также и дети, начиная с 8 лет, девочки и мальчики крепостные уже были при деле в этой школе, паланки были. Вот и прослеживается, вот это как раз французская какая-то. А, стиль этот называется повторное рококо. Когда в Россию пришел этот французский стиль, родившийся при Людовике XV, вот вам подлинное рококо того времени и повторное рококо, то фарфора жил. Этот стиль, кстати, господствовал и в 1710 году, когда в Европе появилась первая мануфактура в Дрездене, под Дрезденом. И этот стиль нашел свое выражение вот в таком, я бы сказала, таком немножко наивном и немножко таком капризном, в таком женском капризе, с этим налетом предметы мы видим здесь везде. Даже на этом блюде, где изображена Мария Николаевна, дочь Николая Первого со своим мужем Багарне. То есть, вы понимаете, насколько широкий интересы, настолько широк диапазон познавательный у владельца, настолько это отражено в его изделиях. Вот посмотрите, Греция тут как тут, Турция тут как тут. Но мы больше всего гордимся этой статуэткой, потому что мы по этой статуэтке изучаем этнографические особенности женской одежды Глуховского региона. Вот вам гетьманщина. Давайте перечислим, в чем она одета. Шкиряне черевычки, додильна сорочка, плахта, запаска и зверху юпыхка. То есть, шуба, джуба, юба. Не спидница, вот стегонка. И, конечно же, доброе намысло, кончики, або еще назывались сережки. И ясно, что по пропорциям мы здесь узнаем, если вы мне подскажете, Трутовского, правда? Трутовского. Чуть-чуть изменены пропорции вот, допустим, Пименова, который очень любил укладывать все семь головок в росте. А здесь чуть-чуть приземленные такие пропорции. Но, тем не менее, никто из этих мастеров не позволил себе просто бы сделать статуэтку. Ее надо было как-то использовать. И сзади лоточек, на который упирается спинка девушки. Вроде бы ее имя Палашка, красавица. В который можно было вкладывать какие-то мелкие вещи. Вот лоточек в виде каптя турецкого. Вот люлька, флакончик, масленка. Там мы видели массу чернильниц. Вазы, ритоны, которые украшали камин. Почему они парные? Потому что всегда на камине устанавливались парочки. Вот. И таким образом, если только видеть это, а не видеть церковь в селе Волокитин, а не видеть детали иконостаса, выполненные из фарфора, то тогда остается впечатление, что зачем же было все это повторять? Достаточно было купить, заказать в России на заводе Попова или в Мэйсене. А тут же еще весь дом фарфоровый, все камины фарфоровые, все карнизы, рамы. И когда в 1915 году историк Дорошенко добрался до этого имения и написал о нем в журнале «Столица и усадьба», то мы увидели просто роскошный дом, одноэтажный в стиле Николаевском. Но тем не менее внутри он был украшен по-своему. Совершенно не так, как какие-то имения в том или ином месте. И поэтому мы называем вот на предыдущей конференции, мы написали вот об этом явлении, как о феномене искусства усадебного типа. Все это рухнуло, и не только у нас, в Польше, например, не свежее, были стеклянные гуты, они прекратили существование в 1862 году. Да потому что одна страна тогда под Россией была и одно время отмена крепостного права, утрата дешевого ручного труда, и в итоге все эти предметы стали коллекционными. Их собирали с упоением, и их, конечно же, теперь мы изучаем. Пока мы смотрим ковер, Машенька, пожалуйста, покажи свадебный ковер. Да, не стоит. Они уже устали. Давайте еще картины посмотрим. Давайте еще картины Нет, мимо ковра нельзя пройти. Мария Монтана его исследовала. А я пока принесу книжку. Ковер конца 18-го, начала 19-го века, свадебный ковер, маньяжный, иначе называемый, то есть ковер, который использовался во время бракосочетания. Знаете, что обычно по традиции становятся молодые нарушны, да? А богатые семьи могли себе позволить заказать, выткать ковер. И на этом ковре два герба, два рода. Один из них Энгельгарды, а второй род Банк. Представители двух этих родов берут Бранк. И выполнен этот ковер, естественно, по исследованиям получается, что на рубежных территориях, потому что здесь есть черты как украинского качества, так и европейского, польского в особенности. И если посмотреть на колорит, на манеру выполнения, то очень напоминает работы мастеров именно полтавских и киевских мастеров. А по технике и по выполнению, допустим, цветков, вот когда цветок разрезается, на украинских коврах он обычно используется, как вот в ботанике изучали, разрезается и показывается тычиночка, пестик, все это в разрезе. А европейские мастера берут за основу работы восточные, то есть те, которые попадали из Китая, Японии, показывают полный цветок. И вот здесь изображение полных цветков, но по маринире выполнения, по колориту, по выполнению некоторых цветов то напоминает, я повторяю, что и полтавские и киевские. Машенька, вот скажи, мы разрешаем на этом ковре снять свадьбу? Нам приходят, заказывают, снимите, пожалуйста, свадьбу в нашем...